единоверцы друзья привет приглашаю вас принять участие в распаковке одной такой прикольной штуки распаковка вдоль не приятная потому что эта прикольная штука относится к моему хобби вот я думаю вы сейчас догадаетесь что это такое это крышечка вот так ну и кто первый догадался что это такое а это чаша для горячей пены скатал по моему так называется вот сегодня хотел поделиться с вами своим опытом по использованию чашек для приготовления теплой пены так называемого скатала по случаю приобрел себе скатал ручной работы думаю если я не буду в дальнейшем пользоваться он все равно станет украшением интерьера такой вот он скатал у меня но собственно интерьер интерьером брата его для цели все-таки приготовление горячей пены давайте посмотрим как это происходит что предлагаю собственно начать вот он скатал для начала я разогреваю собственно сам скатал чтобы он набрал тепло и потом охотнее отдавал его тени с обычной горячей водой горячая вода у меня достаточно горячая вот набираю распарилось собственно собственно и внутри и снаружи оставляю на несколько минут пока собственно он нагревается я готовлю бредил сам этой же горячей водой распарилось распариваю маленько лицо вот так беру помоток тоже его в горячей водой облажняю промываю собственно для приготовления пены использовать буду жидкий крем для бритья прораза так скатал нагрелся еще раз заправляю его горячей водой можно попарку возьму ну и все берем камазок и все и все и все уберем прораза ну я пока так пристроился не так давно лишнюю влагу с помазка убираю и взбиваю собственно пену ну вот взбивается хорошо в такую пустую плотную пену ну и собственно наверное еще раз изложить лицо и нанести пена действительно теплая теплая приятно отлично отлично ну и собственно можно приступать к бритью буду бриться одной из своих любимых бритов Фредерика Рейнольдса старая бритва бреет очень хорошо и все в в в в в в в в Вот так. Ну и чтобы внести маленькое разнообразие в увлекательный процесс бритья опасными бритвами, давайте будем на второй половине лица использовать шаветку. Много идет споров, что такое шаветка, нужна ли она, лучше ли она, хуже ли и так далее. Я знаю, что она может быть хорошей альтернативой для начинающих, кто только начинает бриться опасной бритвой. Она достаточно недорогая и все-таки можно понять, хочешь ли ты дальше продолжать или ты на этом и остановишься. Так, купив шаветку, при достаточном навыке бритья, можно получить достаточные навыки бритья и уже понять, надо оно тебе или не надо. Брит она хорошо, мягко, но тут сомневаюсь, что встать новое лицо и оно будет брить хорошо и мягко и чисто. Это лезвие, которое сейчас стоит уже раз, наверное, третий, точный брить. Вот так. Ну и берем новую порцию. С помазка смыл пену, потому что она застыла, того кайфа уже не будет. Ну и к тому же я пены достаточно много сделал, с каплей она сохранилась. Опять же делаю нечто вроде компресса горячей, водой. Оно тут еще много. Опять накрываем крючкой. И опять теплая пена. Она не горячая, нет, она теплая, ну, выше температуры тела, я думаю, градусов сорок где-то. Приятно просто наносить. Ну и что, теперь начнем в обратную. Давить вообще не надо приобрететь. Я сам начинал, пытался делать какое-то давление первый раз. Оказывать, так скажем, чрезмерное давление на бритву. Бритв хорошо, незаметно. А что бы там ни говорили, выбривает отлично. Отлично. Но все-таки приятнее бриться нормальная паска. Продолжение следует... 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 Полное удовлетворение от приклея промываем бритвочку, ставим её, умываем, делаем контрольную проверку. Рекомендую пользоваться, ну сейчас порезов нету, бывает иногда срежешь какой нибудь прищ, либо небольшой порез, рекомендую пользоваться вот таким вот алумнитом он называется, смачиваешь и вот так вот. Даже если порезов нету, всё равно кайф такой своеобразный. Как антисептик, как бы рекомендуют обработать область бритья, дать ему немножко поработать. Рекомендую также мыть бритву собственно саму, смывать с неё остатки, остатки кожи, которая она тоже может срезать. Вот, вложим бритву на палец на этот, обхватываем, ну вот так вот я делаю, и тогда вы не порежете пальцы. Введя по этому пальцу, хоп, снимаем всю лишнюю. Вот так, всё. Снимаем помозок, помозок тоже рекомендую мыть до удаления остатков всей пены, потому что в пене содержатся вещества, которые размягчают щетину. Ну и собственно, они и губительны для помозка, поэтому помозок моем на сухо. Вернее, до удаления всех остатков пены, спрякивают излишки воды. Ну и всё, собственно, скатал нам будет трудно. Вот почему скатал им не нужен. Если оставим здесь пену, ну она уже будет не свежая, пена засохнет. Я думаю, скатал всё-таки для использования излишки крема для бритья. Всё, вот он до сих пор тёплый, хорошо отдаём. Вот, теперь смываем оттатки облукита. Вытираем мордаху. На сухо. И завершающий штрих. Не знаю, тоже вот купил, попробую себе музгу. Вот такой. Это бальзам после бритья. Мужской такой запах. Даже по квартире стоит такой. Достаточно стойкий. И всё, и завершаем. Все это дело. Ну да. От прораса отличаются точно. И даже могу сказать, какой мне больше нравится. Ну и всё, с вас полтора рубля. Ну и завершение всего хочется сказать, что минуты через две, три кожу упокаивают. И остаётся только кайф от бритья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok